Жительница села Крестово-Сдвиженка Марина Новикова в конце сентября получит от государства 15 соток земли. Она единственная в этом населенном пункте, кто участвует в программе «Социальное развитие села». Кроме того, как многодетной матери ей дадут 70% необходимой суммы на строительство дома. Это почти 2 миллиона рублей. Собственных средств останется доплатить за дом чуть более 800 тысяч. И это можно почти целиком погасить за счет средств материнского капитала, федерального и регионального. Но вся беда в том, что пока Марина не может им воспользоваться, так как младшему ребенку еще не исполнилось 3 года. А начать строительство по программе необходимо до 2013 года. Многодетной матери с проблемой помогал разбираться наш корреспондент. Там все сгнило. Если идет дождь у нас, то у нас запах гнили стоит в доме невозможно. Марина с четырьмя детьми живет в доме у матери. Деревянному строению более 60 лет. Крыша течет, хотя ее чинили несколько раз. Зимой на стенах снег. Как многодетная мать, она получит 15 соток земли уже в конце сентября. Участок выделили рядом с родительским домом. Но вот на какие средства построить дом собственный – для женщины загадка. Программа даже Грачева, вот взять, что 70% государства и 30% своих, они, например, до 2013 года. А он уже у нас на носу, можно сказать. Надеюсь, что хоть туда успеем. Но хотя не знаю, где я буду этих 30% если честно искать. Потому что деньги не маленькие, большие. А доход у меня всего в месяц 8 тысяч. Строительство дома по программе уже высчитали. Марине придется вложить 810 тысяч рублей. Материнский капитал в сумме федеральный и региональный – это почти 660 тысяч. На дом все равно не хватает. Но и этими деньгами Марина воспользоваться не может. Ребенку только год. К сожалению, закон о материнском капитале позволяет распорядиться женщине досрочно, до достижения трехлетнего возраста, только в случае, если семья использует материнский капитал на погашение жилищных кредитов или займов. Кредиты предоставляют банковские организации, займы может предоставить любое юридическое лицо. Основное условие и требование к данному договору займа или кредита – это то, что он должен быть целевым. То есть он должен быть взят на приобретение либо строительство жилого помещения. Банк не дает кредит Марине. Слишком маленький доход. Сейчас она вправе получить региональный материнский капитал. Это чуть более чем 270 тысяч рублей. А остальные деньги может взять в долг, если оформить займ по всем правилам. В этом случае пенсионный фонд выдаст федеральную часть денег уже через два месяца. Дело в том, что непосредственно на жилье до трехлетия ребенка деньги взять нельзя. А вот на погашение целевого займа можно. Заемщиков женщина пока не нашла. Но надежда на строительство своего жилья еще есть. Светлана Сотникова, Иван Сюмак, Эдуард Юворский. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.